Места, которые обязательно нужно увидеть. Московский Кремль и Эрмитаж вошли в топ-30 достопримечательностей, которые нужно посетить хотя бы раз в жизни. Рейтинг для путешественников опубликовала британская газета «Телеграф». Когда составляли список, учитывали, как появились интересные места. Так эксперты отметили необычную историю Красной площади в Москве. Здесь в разное время проходили и народные собрания, устраивали казни, проводили парады и демонстрации. Места, которые обязательно нужно увидеть, в общем-то, не только в Москве и в Петербурге. Они есть по всей России, но вот из нашей страны попали только два. Вот, допустим, Кремль на 14-й строчке, а какие места вошли в тройку лидеров в нашем следующем материале. На третьем месте шедевр Микеланджело. Сикстинская капелла в Ватикане. Внешне ничем не примечательная домовая церковь, внутри настоящее произведение искусства. На потолке ветхозаветные пророки, хроника сотворения мира и ее сюжеты, величественные фигуры мужчин, женщин и детей. И, наверное, самое известное из фресок — сотворение Адама. На ней Микеланджело изобразил момент, когда Бог наделяет человека душой. По легенде, роспись потолка заказали недоброжелатели Микеланджело. В то время он работал над скульптурой для будущей гробницы папы Юлия II, и его решили отвлечь. Для этого заставили заниматься живописью, а в ней у мастера не было необходимого опыта. Микеланджело приступил к работе неохотно и сначала думал написать лишь фигуры 12 апостолов. Но неожиданно для всех и для самого себя увлекся проектом. В полном одиночестве за четыре года он создал величайшее произведение искусства. На втором месте рейтинга недостроенный по проекту Антонио Гауди храм святого семейства в Барселоне. Возводить его начали еще в 1882 году на пожертвование. И строительство продолжается до сих пор, уже 134 года. Завершить собор планируют лишь к 30-му. Необычный внешний вид храма сделал его одной из главных достопримечательностей столицы Каталонии. Замысел Антонио Гауди грандиозен. Высота собора 170 метров. Всего на метр ниже самой высокой горы в Барселоне. Это сделано специально. Гауди хотел подчеркнуть, что сотворение человека не может быть выше того, что создано Богом. Основные двери фасада страстей воспроизводят слова из Библии на разных языках, включая каталонский. Сейчас храм посещают больше трех миллионов туристов в год. Восемь тысяч в день. А возглавляет рейтинг мест, которые нужно посетить хотя бы раз в жизни, Вердонское ущелье во Франции. Это самое живописное место в Альпах Верхнего Прованса. Самый глубокий каньон Европы. Главное здесь, конечно, пейзажи. Общая длина Вердонского ущелья составляет около 25 километров, а глубина 701 метров. В каньоне множество пещер прямо в скалах. А крутые скалы – любимое место альпинистов. Для них создано больше тысячи разных маршрутов. Кроме того, туристы могут пройти по горным тропам, арендовать байдарку и путешествовать по реке.